Настоящий скандал! Оказывается, многие латыши поддерживают Путина. Во всяком случае, так заявляет пастор Скаспар Симонович. Такова тема нашего сегодняшнего 287-го выпуска новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале «Март Лайф». Как вы, много уважаемые зрители, понимаете, речь идет о Центральной Республике Прибалтики, которая не так давно, чуть более 30 лет назад, входила в состав Советского Союза. В январе 1919 года первый съезд Советов рабочих, безземельных и стрелковых депутатов Объединенной Латвии, почетным председателем которого был избран Владимир Ильич Ленин, провозгласил в республике советскую власть. И с тех пор русский язык считается языком межнационального общения. Не знаю, я могу говорить. Я могу говорить. Хотя официально в Латвии лишь один государственный язык – латышский. Не секрет, что на протяжении уже многих лет националистически озабоченные власти пытаются искоренить русский язык. Тебе к стенке? Однако это им все никак не удается. Русский по-прежнему является языком межнационального общения. Я думаю, что ни в Риге, ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе этого сделать не могут. А сегодня наше внимание привлекла статья на латвийском портале пресс.лб. Заголовок весьма характерный. Оказывается, в Латвии полным-полно латышей, которые поддерживают Путина. Об этом заявил вовсе не какой-то прокремлевский активист, а известный латышский лютеранский пастор Каспар Семонович. Но я та сыта. Он был гостем передачи на телеканале ТВ-24. По словам теолога, дело вовсе не в языке. Каспар Семонович напомнил, что вообще-то говоря, была цель интегрировать русских людей в жизнь латвийского общества. Латвийские процессы, шея иекшая пасаула, которая есть. Я знаю многих и латышей, и многих говорящих по-латышски, которые полностью поддерживают Путина. Каснозимый, как этот процент, я думаю, реалой отзывы. Заявил известный латвийский лютеранский пастор. По его мнению, на латышский язык делается слишком большой акцент. Мне кажется, есть и другие механизмы интеграции, с помощью которых можно интегрировать людей в наше общество. По словам Каспарса Семоновича, вопрос должен ставиться по-другому. Как ужиться в Латвии с большой общиной людей другой национальности, которые говорят на своем языке? Это касается не только русских, но и всех так называемых русскоязычных жителей Центральной Республики Прибалтики. Как вы думаете, сколько русскоговорящих людей живет в Латвии? Ну, я думаю, что процентов 50. В Далгопус или в Латгале даже больше, там 60-70. Так что да, достаточно много русскоговорящих в Латвии. Да, по паспорту они, может быть, и белорусы, и украинцы, и представители других национальностей, но русский для них родной язык. Причем не только они поддерживают Путина, но и многие латыши, подчеркнул Каспар Семонович. Это выступление известного латышского теолога наделало немало шума. Я абсолютно с вами согласен насчет национальности. Многие тут же вспомнили красных латышских стрелков, которые поддержали другого Владимира, Владимира Ильича Ленина. Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Как написал один из комментаторов, благодаря красным латышским стрелкам был образован Советский Союз. А другой комментатор отметил, что в 40-м году красных латышских стрелков в составе Красной Армии встречались с цветами. Вот и получается, что если сегодня многие латыши поддерживают Путина, Человек вправе самостоятельно выбирать, То раньше многие латыши поддерживали Ленина и других советских руководителей. Кто-то из комментаторов опубликовал такую характерную фотографию с улиц Риги. Да здравствует Сталин, Молотов, Красная Армия! Единство латышского народа – это миф, отметил еще один комментатор. По его словам, если раньше были красные латышские стрелки, То сегодня в Латвии по-прежнему много красных латышей. А еще один комментатор привлек наше внимание на статью На все том же латвийском новостном портале «Пресс.лв». Ведущий уже упоминавшегося канала «ТВ-24» Янис Лапуц Продегустировал паек из продовольственного набора российской армии. Вместе с гостем передачи Янисом Слайденшем Янис Лапуц продегустировал, в частности, куриное мясо. Оно оказалось очень даже приятным на вкус. И запах приятный. Что ж, пусть питаются, так сказали на латвийском канале «ТВ-24» в адрес российских солдат. После чего Яниса Лапуц и его гостя Яниса Слайденша кое-кто записал в «Путинисты». Мол, они пропагандируют, как хорошо кормят российских солдат. А кое-кто обратил внимание на статью под характерным названием «Село пустеет». Тут вроде путиниста в кавычках выступает экономист Цебанка Дайнис Гайшпутис. Ставится вопрос о неясности вообще в целом. Он посетовал на то, что села и регионы в Латвии пустеют. Цитируем слова этого путиниста в кавычках дословно. В Латвии немало мест, где содержать бизнес, уже становится нерентабельно. Мы это видим в отношении многих магазинов, почтовых отделений и так далее. Но надо смотреть, что вообще происходит. Государство должно думать о восполнении населения. Однако ясно, что тенденции, которые мы видим в демографии, совсем иные. Становится вопрос, что будет после. Ну а бизнес работает по такому принципу. Если доходы не превышают расходы, то никакого бизнеса тут уже нет. Поясняет, в общем-то, совершенно очередную вещь экономист Цебанка Дайнис Гайшпутис. Люди хотят видеть перспективу в их жизни. Если они чувствовали, что все идет в правильную сторону, тогда многие оставались. Проще говоря, если перевести с экономического языка на обычный, то государство там, где живут люди, а где нет людей и нет никакого языка. В том числе и государственного. Грустно замечает один из комментаторов. Ещё один, так сказать, путинист, это журналист Латвийского радио Айдис Томссенс. Прекшнец, который прекшнец, который прекшнец. Всё на том же телеканале 24 он высказал крамольную вещь. Проблема вовсе не в русском языке. Вопрос другом, способны ли они высказать свою мысль на своем родном латвийском языке. Учителя Латвийского школы в шоке. Когда надо проверять ученические работы, то видно, что они переводят с английского на латвийский язык. А мы пытаемся понять, что же они хотели написать. Как говорит журналист Латвийского радио Айдис Томссенс, латвийские школьники фактически разучились формулировать мысли на родном языке. Получается, что у них на первом месте сегодня вовсе не латвийский, а английский язык. Они его учат очень даже активно. Понятно, зачем, чтобы после школы свалить из Латвии за границу. Многие хутора уже опустили. Печальная картина. Напомним, что по данным Центрального статистического управления Латвии, каждый месяц в Центральной Республике Прибалтики минус полторы тысячи жителей. Через считанные годы в Латвии практически никого уже не останется. Но вместо того, чтобы подумать о вопросах демографии, в Латвии сейчас постоянно борются только с русским языком. Я думаю, что этот закон соответствует и Конституции Латвии, и интересам общества. Хотя напоминаем то, с чего мы начали свой материал. Дело вовсе не в языке. В Латвии полно и латышей, и латышскоговорящих жителей, которые поддерживают Путина. Президент Российской Федерации! Россия! Россия! Об этом заявил известный лютеранский пастор, теолог Каспар Симонович. Ну, это сильная цель. Вот и получается такая логическая цепочка. Чем больше борются с русским языком, тем больше в Латвии сторонников Путина. Дорогие друзья, я от души всех приветствую! Как известно, против сноса памятника бойцам Красной Армии, освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, как раз выступали многие латыши. Среди потомков красных латышских ссылков немало тех, кто всегда отмечает 9 мая, день Великой Победы. Они тоже приносили цветы в Рижский парк Победы, которые потом варварски убрали с помощью бульдозеров и отвезли на помойку. Люди, все латвийцы скидывались на этот памятник. Снос памятника освободителям Риги мы никогда не простим, пишут в том числе и латышские комментаторы. Вот такая сегодня ситуация в Латвии, в Центральной Республике Прибалтики. Напоминаем, что вы смотрели 287-й выпуск новостей в рамках постоянной рубрики «Мартовские иды» на канале МартЛайф. Тема выпуска такая, оказывается, в Латвии полным-полно латышей и латышскоговорящих, поддерживающих Путина. Об этом заявил известный пастор Каспар Сибанович. Вот такой настоящий скандал. Напоминаем, что вы находитесь на канале МартЛайф. У нас много видео на самые разные темы. Смотрите, комментируйте, отправляйте друзьям и знакомым. Кроме того, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Задавайте нам вопросы, мы обязательно на них ответим. Еще раз большая просьба, подпишитесь на наш канал. И до следующих встреч, многоуважаемые зрители. Всем привет, пока!